Всем привет! Ну и когда отдыхать ненормальному садоводу? Только осенью сразу после сезона или зимой, до начала посадок. И вот чудесным стечением обстоятельств меня занесло в середине января в Лондон. Море впечатлений, столько же эмоций, но давайте все по порядку. Лондон поражает своей малоэтажностью. Чуть дальше от центра города начинаются вовсе не районы новостроек, а дома и домики конца 19-го, начала 20-го века. При входе есть небольшой палисадник. Как видите, тоже елочка на Новый год была. Вот теперь лежит, ждет вывоза мусора. Многие из тех, кто живет на первом этаже, имеют свои внутренние садики с небольшой террасой, домиком для инструментов и барбекю. И вот тут уже начались открытия. В Лондоне-то, оказывается, запросто зимуют в саду бананы и пальмы, просто так, без всякого укрытия, да и на улицах пальмы, как березы растут. Вот вам и широта-долгота. Гальстрим словом. Сейчас время цветения зимних калин. Калины душистой и калины вечно зеленой. В чем я точно схожа с англичанами, так это в любви к прогулкам. Здесь много парков и маленьких садиков. Местность холмистая, очень красивые виды. Я отправилась в огромный Ричвенд-парк. В теплый сезон здесь столько гуляющих, что не хватает скамеек. Выход нашелся. Муниципалитет принимает заявки от желающих увековечить память своих близких. И в парках города появились мемориальные скамейки. Устанавливать скамьи самостоятельно нельзя. Муниципалитет сделает все сам. В том числе и выберет правильное место, где скамейка нужнее. В зависимости от района города и материала, стоит это от 800 фунтов и выше. Прямо вокруг нас гуляют олени. Они, конечно, мирно пасутся, но подходить к ним не рекомендуется. Все же это дикие животные. Вдоль парка идет трасса. По ее краю зеленая широкая дорожка из травы. Можно идти по ней. Такие же дорожки пересекают луга в парке. И вот скажите, как? Вот как не растут тут на них одуванчики и другие сорняки? Не понимаю. Где-то в центре Ричвенд-парка затерялся островок Изабелла Плантейшн. Это небольшой огороженный участок с декоративными растениями. Туда я и пришла. Здесь зимуют утки и гуси, но этим нас не удивишь. Они и у нас зимуют. А вот посмотрите, как красиво смотрятся кустарники с разным цветом коры. В Изабелла Плантейшн все в цвету круглый год. Конечно, зимой не так пышно, но в каждом сезоне есть своя прелесть. Это цветет рододендрон, рождественское угощение. Судя по названию, уже с декабря в цвету. Эта красавица с фариегатной кроной просто великолепна. В ширину метра два с половиной и высотой метра четыре. Явно девушка уже пожилая, но выглядит на все сто. Ммм, а как пахнет гомомелис, как лепестки роз. Заодно посмотрела, как просто сделаны дорожки. Ограничены доской, дорожка подсыпана выше газона. Все готово. После прогулки вышли к следующей железнодорожной станции. Вернемся на поезде. В общем, нагулялись так, что хотелось очень упасть и просто лежать. Лисы тут трусят вдоль дороги, да и в садике домашние забегают запросто. Надо сказать, что и в центре города много посадок. Как вам такие розы? Да это просто монстры. Такие мощные стебли. Да они вековые. И они тоже цветут сейчас отдельными цветками. Видела где-то по дороге пару выскочек нарциссов. Но это скорее случайность. Видимо, они уже решили, что тепло. А вот клумбы с примулами и анютиными глазками в середине января очень даже реально. На этой табличке надпись «Все можно трогать, нюхать, но нельзя есть». Во многих дворцах, бывших загородных резиденциях королей и герцогов, есть свои огороды. Сейчас растет капуста разных видов, мангольд и другая зелень. В горшках зимуют фиговые деревца. По краю видела посадки смородины и других кустарников. Парковые розы зимуют с толстым слоем компоста. Вырезаны старые ветки на кольцо, а молодые вызревшие побеги подрезаны. В общем, все как у нас. Только я еще укрытие ставлю сверху, в нашем-то климате. Ну и, конечно, в один из дней заехала в садовый центр. Семена, как семена, ничего особенного не нашла. Но кое-что все же купила. Взяла семена восковника. Он подсевается, и меня бы это очень устроило. А также купила недорогой и качественный секатор под мою небольшую руку. Для сильно занятых вот такая классная коробочка продается. В ней четыре растения. Базилик двух видов, салат и лук чесночный. Достаточно просто открыть крышку, углубить в землю и присыпать сверху землей. Все, дальше ждем урожай. Ну что же, а вот и конкурс. Первому, кто отгадает, какое назначение у домиков на верхней полке справа, вышлю открытку с видом Санкт-Петербурга, моего родного города. Это все для птиц. На птичий корм из массы с ягодами и семенами была скидка. Я от жадности схватила четыре упаковки. Еще удивилась, что тяжеловат. Оказалось, что каждая по одному килограмму и того четыре. Надо ли говорить, что ни один птичий корм я прикупила. В общем, в чемодане перевес. Пришлось птичью неподъемную вкусняшку тащить в ручной кладе. Что же привезти из Лондона в подарок, ну или просто интересную? Пиво в Англии отличное. Это и эли, и лагеры. Также попробовала сорт средний между лагером и елем. Только не берите в супермаркете. Это будет а-ля наша бутылочная. Не поленитесь зайти в специализированный пивной магазин. Наборы сыров – отличный подарок себе и друзьям. Стоят они от 240 рублей в наборе 4-6 разных видов сыра. Кто увлекается фарфором, сам или в подарок. Известнейшая фирма Веджвуд, работающая с середины 18 века, вам в помощь. Самый большой заказ в истории этой фирмы хранится в Государственном Эрмитаже. Это сервей с зеленой лягушкой, заказанный Екатериной Великой. А с 2015 года эта фирма выпускает эксклюзивную серию рождественских игрушек из фарфора. И как раз после Нового года на нее начинается скидка. Я выбрала елочные шары. Они великолепны сами по себе. Но надо ли говорить, что и цена на такой подарок будет только расти с годами. Из растений в этот раз привезла мяту апельсиновую. Отделила себе небольшую часть корешка. Я оставшуюся часть вместе с горшочком оставила гостеприимным хозяевам. Банановое мято у меня уже есть. Кому интересно почитать про серию мято-специи с разными экзотическими вкусами, оставлю ссылку в описании. А обязательно расскажу в следующих видео, где еще я была и что интересного видела. Всем пока! До новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok